Как себя правильно вести, когда из жизни уходит любимый человек, то есть он оставляет тело, то это означает, что мы получаем в жизни самый главный экзамен. Первое, что нужно понять, это то, что человек не может умереть, потому что если говорить, что он умер, это просто предательство. Человек не может умереть. Как зовут Ваше убийство человека? Один. А? Один. Один. Он такой двоявельный, статный человек, принципиальный. Потом он такой крепкий при рассложении. Он благородно очень помог Василису, да? Строго, но благородно, да? Не строго. Не строго. Не очень. А? Не очень любил. Любил. Почему любил? Любит. Да. Вики, я писала про человека. Потому что я его вижу. Он жив. Вы должны понять такую вещь, что нет смерти в этом мире. Но иногда мы... В какой-то момент мы обязаны перестать пользоваться энергетикой в отношении. Мы должны любовь возвысить. Поэтому, по этой причине, Господь разлучает нам всегда людей, в виде вот ухода из дела, чтобы любовь возвысилась. Будьте Богу. Чтобы вы в молитве думали теперь о Нем. Молились за Него. И постепенно ваше сердце наполнится чистой, светлой памятью от этого человека. Сейчас вы скорбейте. Потому что вы не готовы трудиться правильными отношениями. Ну ведь я первое, что подумала после этого произошла, что мне нужно принять эту ситуацию. Самое первое. Просто он ступен... Принятие не означает просто понимание. Это труд. То есть надо думать о святости и молиться. И в этой молитве вы постепенно сделаете отношения чистыми и светлыми. И в этот момент у вас сердце успокоится. Вот сейчас я говорю, Вики, оно спокойно. Сердце смотрите. Вспоминайте об этом человеке. Я за вас это делаю. Вики, сердце становится спокойным. Почему? Потому что он не украшает сейчас. Когда правдивый человек поступает в сердце, то он хорошо становится. Нет разлуки в этом мире. Люди не могут быть разлучены, если они честно и чисто себя ведут по отношению близкого человека. Нет разлуки. Есть незнание. Неведение есть. Оно мучает человека. Вы не разлучены. Вы остались вместе. И если вы будете дальше молиться за него, когда вы уйдете из этого мира, вы опять уйдете вместе. Нет разлуки для тех, кто не верит в разлуки. Я это понимаю. Я первое, что поняла, я вот про Молодя вчера вы говорили. То есть в то время, когда он болел, и Молодя эта книга тоже меня спасла. Я это понимаю. Просто счастье тяжело, когда вы говорите про отношения. Потому что вы сдаёте экзамен, поэтому тяжело. Ну вот ощущение свое, что мужчина и женщина это целое. Да. Он был для меня с защитой, с темной. И сейчас остался в защите. Нет. У вас разве нет защиты сейчас? Есть. Спасибо вам огромное. Да. Вот тут вот. Давно. А вот там сзади, да? Тоже. Хотят спросить. Сейчас, сейчас, сейчас попросили. Сейчас у нас мы будем говорить с кем еще. Мы поговорим с вами тоже попозже. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, я ваши лекции по интернету смотрела. Вот. Читала лекции Нарушевича Руслана. Угу. Угу. И Марины Тардаковой тоже. Вот. В настоящее время я стараюсь жить по её беде. Начинаю ко мне. У меня вопрос такой. Около 15 лет назад у меня были отношения с мужчиной из Непала. Он был по касте брахман. По профессии врач. У нас были очень красивые отношения. Он хорошо ко мне относился. Потом, когда он закончил здесь институт, уехал, значит, к себе на родину, он больше не приехал. Я до сих пор не замужем. Хотя, в принципе, у меня обиды никакой на него нету. Но его родителей тоже нету. То есть, я эту ситуацию уже давно приняла. А так у меня по жизни особо никаких таких серьезных проблем нету. Я могу уже ответить на ваш вопрос. Да. Я вижу ситуацию, могу ответить на вопрос. Что вы можете сделать? Сейчас я могу снилку успокоиться и расслабиться. Слушайте. Хорошо? Да. Потому что, когда человек ещё спрашивает, то ответить невозможно. Вы знаете, это надо знать культуру. Вот эту культуру Индии. Там люди очень сильно зависят от своих родителей. Они очень сильно... Они не могут не подчиняться их воле по факту. Это зависимость как энергии любви, так и жизнь сама. В Индии жизнь протекает такими семейными организациями. Ну и так. Часто люди работают в одной семье все вместе. То есть, у них семейный бизнес. И поэтому даже с точки зрения деятельности человеку легче подчиниться родственникам, чем им противостоять. Даже просто жениться нормально можно только через отношение родственников с другими людьми. Так это происходит там до сих пор. У меня много знакомых. Я знаю это всё. Я чувствую этого человека. Он просто подчинился воле матери. То есть, он хотел вас взять, но замуж, но мать ему спретила. Есть много причин, почему так они делают. То есть, они хотят индусов... Индуска для них более безопаснее брать индусов замуж, чем индуски. Потому что здесь другая культура, другие отношения не появятся. Я понимаю, но у меня вопрос сейчас в другом стоит. Я не держала обиды на его родителей. Я их понимаю, потому что я тоже бы, может быть, так же поступила, если бы я была на их месте. Я никогда не держала обиды на него. У меня проблема в другом. Что мне нужно строить свою жизнь, выходить замуж. Я уже около 15 лет не замужем. Несмотря на то, что я ко всем людям, мужчинам, в принципе, отношусь хорошо. А вообще? Своим близким человеком считает вот этого человека, да? Ну, я как бы уже понимаю, что уже как бы... Я приняла ситуацию, что у него своя жизнь. По крайней мере, мне так кажется, что я её приняла. Давайте я вот здесь что скажу. Уже 15 лет прошло. Всё уже не надо повторять по спросу. Всё понятно. Ну, садитесь. Садитесь. Спокойтесь. Понимаете, отношения имеют две грани. Одна грани – это любовь, которая сама по себе имеет зависимую природу. Человек, когда любит по-настоящему, он не чувствует себя зависимым от кого-то и, ну, как бы, не обязательно ему ждать его всю жизнь. Это любовь. Любовь имеет очень чистую, светлую природу глубоких отношений к человеку, но не природу зависимостью. Но всегда, когда человек влюбляется, то у него включается также организм, желание обладать. И с этой точки зрения, если вы имеете и испытываете чувство любви к этому человеку, то вам хочется также им обладать. Это не любовь. Это называется вожделение или привязанность, зависимость. Любовь сама по себе, она не блокирует сердце от отношений. И если вы, допустим, в молитве очистите свои отношения к этому человеку в полной степени, то тогда они уже достаточно чисты к нему. То, что вы сказали, это уже признак чистоты. Но там нет полной частоты. Так как нет полной частоты в этих отношениях, поэтому ваше сердце принадлежит этому человеку сейчас. Допустим, я могу любить всех людей в этом зале и знать, что вот у меня жена-то в зону. Понимаете, есть близкие отношения, зависимые отношения. Они имеют красную природу. Есть чистые, светлые отношения, и они могут устроиться со всеми людьми, в том числе с этим человеком. Но для того, чтобы вам выйти замуж сейчас, вам надо очистить свои отношения с этим человеком. Не бежать от этих отношений, как обычно люди делают. Они обычно пытаются забыть, но это невозможно забыть. Потому что любовь чистую, светлую память не забышь. Она всегда будет жить. Бежать от этого не надо. Надо думать об этом человеке и желать ему счастья. Молиться надо думать прежде всего о святом человеке. Потому что мы не можем сами очистить любовь. Нужна какая-то сила свыше. Когда мы думаем о святом человеке или о священном писании, о святом мести, о чем про святом думаем, и вспоминая параллельно объект своего экзамена, то в это время отношения с этим человеком очищаются. Становятся такими же священными, как и с объектом святости. В этот момент человек отпускает. Сердце становится радостным. У вас сейчас еще не достаточно радостное сердце в отношении с этим человеком. Поэтому вы не можете выйти замуж. Это основная печень, да? Конечно, ваше сердце закрыто. Зачем? Закрыто, закрыто. Есть несколько вариантов, когда человек не может выйти замуж. Один вариант. Он жестоко бросает близкого человека. В близком человеке, как у сердца, ну, как кусок мяса вырывается. То есть он начинает сильно страдать от этого. И человек, который бросает, у него сердце становится холодным. Ну, у женщины имеется в виду. У женщины сердце становится холодным. Она может, даже она, допустим, не симпатичная, она может познакомиться без проблем с кем-то. Познакомиться без проблем. Но близкие отношения построить родственные, она не может. Она живет, как чужим человеком с ним. Даже может жить с кем-то, но как чужим человеком. А потом разрушаются отношения. Почему? Потому что сердце заперто. Оно бросило кого-то, и там засохло. Надо сначала раскаяться, очистить эти отношения. Какое-то время расстраиваться, полгода может быть. А потом, когда сердце отпустит и Бог бросит. Потому что Бог управляет нашими любовными отношениями. Бог бросит внутри. Тогда можно создавать родственные отношения с другим человеком. У мужчинок по-другому происходит. Когда мужчина бросает, у него сердце, наоборот, становится очень горячим. И оно сильно ищет любви и не может успокоиться. И он на квартире какую-то девушку, допустим, начинает с ней жить. Но его сердце не может успокоиться. И она это чувствует и его бросает. Или он ее бросает. Второй вариант это ваш. Третий вариант. Когда тебя бросили, но ты не просила. Отпустить означает чистые чувства культивировать человека. Не означает забыть его, а чистые чувства культивировать. Не сдали какой-то свой экзамен. Еще до сих пор. Не сдали. Да. Вы поняли о чем речь? Да, поняла. Вам легче стало? Да. Я поняла, что я не знала. Вам легче стало? Да. Вам легче стало? А? Я думаю, что да. Это значит, что моя информация до сердца не дошла. Вы сколько слушаете лекции мои? Ну, может быть несколько месяцев. Обычно, когда человек слушает лекции плод, уже устанавливаются такие отношения, что информация доходит о сердце. То, что я говорю, это сердце. Вы еще не до конца выделяете мне, чтобы вы так быстро меня поняли. Но постепенно то, что я вам сказал, если вы будете об этом думать, придет в ваше сердце и вы все поймете. Но встать легче. Просто у меня обида-то. Нет у меня никакого... Я понимаю. ...как анализировать свое внутреннее состояние. Насколько я отпустила. Потому что мне кажется, что у меня нет претензий, что у меня нет обида. Я в принципе всегда... А сейчас не имеет значение, что вам кажется. Потому что если было все нормально, вы были уже замужем. Имеет значение то, что я вам и сказал. Потому что то, что вам кажется, вам помогает. Поэтому есть старшие в этом мире. Те, которые говорят, и их надо слушать и делать так, как сказано. А если вы не готовы к этому, тогда попробуйте проанализировать еще раз. Ведь не вопрос в том, как вы чувствуете сейчас, а вопрос в том, насколько вы приняли мои слова в этом вопросе. И принятие не происходит за одну секунду. Понимаете? Что если вы их приняли, вы бы сразу почувствовали сердце, вам стало бы легче и все понятно не стало. Но сейчас вам еще не все понятно. Потому что принятие еще не произошло в полной степени того, что я сказал. «По крайней мере, я приняла направление, в котором мы могли быть задумываться». Давайте начнем беседу. черночим, что мы хотели... У нас ноутбусть, не было никаких, и все, что мы А это дело, и это было бы не все, что мы, если мы верим, мы не знаем.